Ну а в рамках международной научно-практической конференции Арктическая телемедицина в окружной столице состоялось заседание экспертов Северного форума. Это международная организация, которая объединяет региональные правительства для продвижения и укрепления диалога между лидерами регионов Арктики и Севера. В апреле этого года Ненинский округ был избран председателем Северного форума и теперь в ближайшие два года будет курировать вопросы развития арктических территорий на международном уровне. В первой половине дня эксперты, представляющие Северные регионы России и зарубежья, обсудили проект стратегии форума. Во второй половине дня состоялось открытое заседание Комитета региональных координаторов. Исполнительный директор Северного форума Михаил Погодаев доложил об основных итогах деятельности организации за 2018 год и дальнейших планах. Северный форум весь этот год старался быть в тренде всех событий и участвовать во всех тех процессах, которые происходят. Прежде всего, конечно, речь идет о деятельности Арктического совета. То есть мы, как постоянные наблюдатели в Арктическом совете, участвуем в деятельности рабочих групп, а также в регулярных встречах и комитета старших должностных лиц Арктического совета, и других органов, которые существуют. И вторая часть, очень важная для нас, это, конечно, реализация наших проектов. По словам Михаила Погодаева, проекты Северного форума можно разделить на три группы по направлениям. К первой относятся социальные вопросы – это здоровье населения Севера, образование, научное сотрудничество. Второе направление связано с защитой окружающей среды и сохранением биологического разнообразия. Третье направление – устойчивое развитие северных территорий. Здесь речь идет о развитии инфраструктуры. Например, в Северном форуме существует проект «Возобновляем энергетика на севере». В рамках этого проекта тоже осуществлялась деятельность нашими партнерами не только в Арктическом регионе, но и с неарктическими государствами, такими как Сингапур, Китай. И на недавно прошедшем форуме «Арктический круг» в Рекявике мы провели тоже отдельную сессию, посвященную межрегиональному сотрудничеству на севере, тоже с обсуждением проблематики доступной энергетики, в том числе возобновляемой энергетики, потому что вы все знаете, что для всех северных регионов это большая проблема – энергообеспечение отдаленных изолированных систем. Поэтому это было тоже одним из таких важных тем обсуждений. Северный форум на протяжении 27 лет представляет собой объединение северных регионов, миссия которого заключается в улучшении качества жизни населения и поддержке устойчивого развития территорий. В настоящее время членами организации являются 14 регионов пяти стран мира – Россия, Финляндия, Исландия, Республики Корея и США. В 2015 году председательство в Северном форуме было передано Красноярскому краю. В этом году эстафету принял Ненецкий округ. По словам председателя Комитета региональных координаторов, в рамках председательствования планируется уделить особое внимание вопросам экологии и проблемам коренных малочисленных народов Севера. Это прежде всего улучшение всякими способами, любыми способами, доступными для нас в жизни простых граждан. То есть мы должны черпать лучшие практики, которые есть в мире, как в сфере развития инфраструктуры, имеется в виду коммунальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, инфраструктуры, связанной с медициной. Тот опыт, который накоплен нашими соседями с северными странами. И, ну что называется, чтобы не изобретать велосипед, а лучшие практики уже у нас непосредственно имплементировать. И в свою очередь делиться теми практиками, которые накоплены у нас. Работа Северного форума продолжится в пятницу. По итогам будет определена тема проведения встречи губернаторов Северного форума в 2019 году в столице Поморья.